Всем доброе утро! Готовлю завтрак. А Марсюша здесь сходит с ума, да? Со своей игрушечкой. Такой бесстыжий, малыш. Маленький такой. Такой озорный. Озорный, озорный. На, освою. Игра себе. Че так? Успокойся. На камеру не хочешь, да? На камеру не хочешь играться, да? На сранец. Вот такой у меня сегодня. Завтрак, смотрите. Значит, сыр сулугуни с маслом я в микроволновке сделала. Яичница. С одного яйца. На сливочном масле. Вот. Вот так вот. Ага. А сейчас второе яйцо пожарим. А здесь у меня кашка варится. Кашка пшожная. И закипает чайник. Кофе давай? Да. Вот здесь у меня кашка. Вот, смотрите. Вот. Кашка. Смотрю, как всегда, по утрам влоги. Смотрю свой старый, старый влог. Вот что-то вспомнила. Не хотелось посмотреть. Так, кусочек маслица. Как у вас настроение? У вас хорошо. На улице похолодало. Я закрыла окошко. Корочку закрыла. Потому что холодновато надела. Даже носочки надела. Тепленькие. Вот так вот время летит. Время бежит. Да, Мастюша? Да. Вот, смотрите, у нас. Вот такой завтрак. Люблю какой-нибудь завтрак. Они самые вкусные. Да, самые вкусные. Это завтраки. Так, сейчас вот этот свой бутерброд. Микроволку. На завтрак можно себе позволить. Все самое вкусненькое. Вот речка. Кашка варится. Кашку можно уже отключить. Да, пусть укладывается. А Мастик там лазит. Вот мусор визуальце. Заглядывает. Мастик. Что ты там увидела? Что ты там увидела, малыш? Что-то у тебя появилось такое занятие любимое? Смотреть мусорку, да? Вот, видите, ты не желаешь. Все. Сырок я расплавила. Ммм. Так аппетитно выглядит. Вот, видите, она все прям расплавилась. Все. Заварю кофеечек. И завтрак готов. По кофеечку у меня, конечно же, вьетнамский. Вот такой вот. Вот такой вот котик. Вот так он выглядит. С леваком. Зверечек. Левак. Очень вкусно. Ну что же. Вот такой завтрак. Кашка у меня. Пшенная. В такой красивой турецкой чашечке. А у мужа вот такая зелененькая. У меня желтенькая. У него желтенькая. Так. Ну и бутербродик. Яичница. Помидорки. Вот такой большой тарелки. И кофеечек. Вам приятного аппетита. И всем, кто завтракает. Я сейчас на работе. Будем сейчас обедать. Я его зову. Самсу. Кстати, здесь самсу вкусные. Потрясните деньги у меня. У нас постановлен чайочек. Все, чайочек закипает вниз. Мы зато там делаем чай. Салатик делаем. Просто помидорик приезжаешь. Подумаю, сколько же грамм в этой самсе? Она вот того же таки большая. Вот смотрите. И стоит по 300 тенге. Лучше бы сделала поменьше. И подешевле. Ну, на человека это много, я считаю. Она большая сегодня. Вот такая. Вот аппетит. Вот такая она огромнейшая. Можно было бы чуть меньше. Это я думаю, сколько же здесь грамм. Одну съешь и съешь. Одну третью часть дневной нормы. Вот такой у нас обед сегодня. Лиза замерзла. Тут у меня сладость. Турецкие и китайские. Это финики такие. Помидорки у нас. Черный принц. Всем приятного аппетита. Кто обедает. И нам тоже. Вот он сидит мой в марсюне. Так и норовись. Залезь на стол, да? Мой засраненок. Ты лучше поздоровайся совсем. Скажи, всем доброго утречка. Да? Скажи, всем доброго утречка. Так, ну да, нам не залезли. Всем доброе утро. Мы уже позавтракали. А сейчас я буду делать рисовые блинчики. И покажу этот рецепт на кулинарном канале. Просили у меня, мои зрители, как готовить эти рисовые блинчики. Так что заходите на мой кулинарный канал. Там будет подробное описание рисовых блинчиков. А я сейчас буду в фрикадельке. Или тефтельки у меня обжаривать на сковородке. Вот с луком. С лучком. С помидорками. И добавлю еще. Вот у меня тут лечо есть. Лечо добавлю. Посмотрим. Если недостаточно будет помидор. Тут добавлю еще лечо. Вот это будет типа как гарнир гречки. Тевтельки с гречкой у меня получатся. Вот так вот. На обед у меня это будет. Ну там у меня еще суп есть. Так что это будет на обед и на ужин. Да, мы себе? Так, сюда, значит, можем тевтельки. Вот так вот. Здесь я еще добавила лечо. Так, лечо у меня с морковкой. Поэтому он вот так вот. Удобно очень лечо, знаете. Наверное, все тевтельки, помню. Вот осталось тут. Да. У меня муж кушает хорошо. Петит у него хороший. Так что все тевтельки вот так положила. И заливаю теперь водичкой из кипяченой. Вот так вот. И пусть томится. Угу. Пусть томится. Ну а здесь у меня вот блинчики. Вот такие рисовые блинчики. Очень вкусные. Так что вот так вот. Каждый день что-то готовишь. Обязательно. Огонечек прибавил. Тевтельки. Ну а гарнир у меня будет гречка. Ну гречка или рис там. Гречка есть у меня вчерашний. Рис тоже есть. Так что хватает нам. А я сейчас на работу еду. Сначала надо заехать на Валберес. Взять кое-какой заказ. О. Да. Хотела вообще съездить куда-то этот. Сковородку хотела купить маленькую. Маленькую такую. Сначала хотела заказать на Валберес. Но на Валберес, знаете, так долго идет заказ. Поэтому может сейчас заеду в какой-нибудь торговый дом. Сумпак или куда-нибудь. И посмотрю там почем сковородки там. Вот хочу взять. Ну что ж, поехали со мной. Сначала я на Валберес. Я там заказала линейки. Линейки. Ну вот такие линейки я заказала на Валберес. Главное в магазине. Нигде нет. Именно чтобы было 50 сантиметров. Здесь вот одна 50, а одна 40. Вот такие две линейки. 720 тенге стоит. Как раз мне нужно на работу. Сейчас я пришла вот сюда в Сулборк. Скифтрейд. Ну что-то там сковородки дороговаты. Где-то 11-12. А на Валберес они где-то 5 чем-то. Около 6 стоят. А вот здесь сумочки. Желтые. 16 990. Сумочки это моя слабость. Нет. Выбора, конечно, здесь мало совсем. Вот это. Ну вот такая вроде бы ничего, да? Сколько она стоит? 11 990. Вот такие сумочки. Маленькие. Ну как раз дорогу. Сколько они стоят? 7 990. Тут. Если 2-3 берешь, за 2 платишь. Один идет в подарок. Всякие кладчи, кошельки. Вот это вроде бы ничего. Тоже вот искусственная. Все. Рюкзачки здесь. Обувь мне не надо. Обувь она вечно большая. У меня в каре. Вот я зашла в каре. Ну, в общем-то, как-то так вот. Сейчас пойду еще в технодом схожу. Здесь рядом. А если что, придется заказать на Валберис. Ну и что, придется подождать. Сколько там? Недельки две? Может быть. Короче, я зашла сейчас в технодом. Вот здесь вот технодом. Ну, в сковородке там, конечно, самое дешевое 10 тысяч. Здесь по 15 тысяч. Так что я возьму. Лучше, наверное, на Валберис. На Валберис строится нахер сковородка Гурман 5600. Сейчас покажу вам, если смогу показать. Ну, вот она вот эта вот сковородка. 5,220. Я ее уже заказала. Вот так она выглядит. Ну, тут, вроде, отзывы хорошие. Все, короче, я заказала сковородку Гурман. Литую. Она стоит 5 1170. Вот, теперь буду ждать, когда же она придет. Ну, ничего, подождем. У нас сейчас обед. Лиза сделала голубцы, а у меня тертельки. Тоже осталось от голубцов фарш. И такие блинчики. Посылка с Кореи. А кто у вас Кореи был? Это Настя, прабабка, видела в Корею. Передала. У нас и костюм передала. А тут баклажанчики. И варенье. Такой обед у нас. Помидорик. Черный принц. Сейчас я в Скифтрейзе. В общем, тут рис 574 стоит. Вот такой рис. Ну, думаю, для каши это нормально на каждый день. Вот. Сейчас надо взвесить. А вот здесь надо взвесить. Кстати, здесь есть рисовый уксус. Так, рисовый уксус. Так, 1055 стоит. И зачем его заказывать? Я взяла вот такую ветчину. Смотрите. Там рис взяла. Майонез. Вот такой вермишель взяла японского. Ну и хочу взять рисовый уксус. Вообще надо посмотреть. Я его заказала на Валбрис. Сейчас гляну. Так, Марсюня. Ты пугливый, да, Заяц? Пришла я домой. Мамка пришла домой. Мамка пришла. Молочка принесла. Да, Марсюша? И что мамка принесла? Сейчас я покажу. Так, мамка сходила в Скифтрейзе. Взяла вот такое ветчину. Он со мной ведро как всегда ведает. Ну, куда я его делу? Лев Бородинский. Валера, я рис взяла. Камолина как рис. Ничего. Рис камолина. Вот тут 2 килограмм. 128 грамм на 1215. А 570, что ли? Значит, моложеное взяла. Вот такое. Такое белочку. Белочка. И мою любимую я взяла бафрану. Обожаю ее. Когда она дороговатая, что ли? 600 чем-то, что ли? Взяла вот такую японскую рисовую лапшу. Что-нибудь с нее сделаю. Может, с кончону сделаю. А может, так просто покушаем. Как Кокси. Майонез. Провансальная река. И взяла вот такую вот дорогу. 8 пакетиков здесь. Вот такой у меня закуп. Марсюшка вот здесь. Да, Марсенький? Засраненок. Я тут готовлю баклажанчики. Баклажаны у меня с кабачками. Вот смотрите. Кабачки, баклажаны. Хорошая сейчас пора. Много овощей. Это все недорого. Очень много баклажан, кабачков. Короче, готовить не хочу. И вот я решила приготовить такое овощное блюдо. Ребятки. В общем-то, надо пойти опять на базарчик. 9 микрорайон. Надо купить еще баклажанчиков. Кепса. Ну, я вообще-то перец заморозила. Хорошо у меня большой холодильник. Вчера, в общем, группу прислала одна девушка. Короче, фразы. Типа крылатые или юмористические фразы. Вот видите, какой у меня перчик. Три таких пакета я сделала. Это целиком. Видите, у меня полный, полный морозильник. Так, здесь вот. И вот тут. Короче, все забито. Ну, здесь более-менее пусто так. Хорошо. Холодильник большой. Там у меня варенье стоит. То есть не варенье, а малина с сахаром. Ну, и маленький холодильник. Ну, я к чему это говорю? Просто прочитала вчера вот это вот юмористическое как сообщение. Говорят, Женщина к 30 годам имеет два гардероба, два шкафа гардеробных. А к 60 годам имеет два холодильника. Мне это так смешно стало. Это точно, наверное. Я сейчас иду на почту. Машину там остановила. Вот где здесь церковь. Она славная. А мне надо получить посылку с Алиэкспресс. Блин, я давно не заказывала с Алиэкспресс. Даже не знаю, как этот смотреть там. Оказалось, они мне сообщение давно написали, да? Что посылка прибыла. Не знаю. Может, они ее отправили назад. В общем, иду сейчас на почту. В принципе, можно пешком. От нашего дома. Ну, мне просто надо на работу их. Вот. Я вот сейчас получу посылку. По-моему, вот эта почта. Я давным-давно не получала. Что там? Здесь светофоры работают? Потому что возле нас светофоры не работают. Вот газ почта. Пойду спрошу. Короче, я прозвала свой заказ. Аказ, он мне пришел 20 июля. Вот так вот с Алиэкспресс. Очень редко заказываю. Так что я сейчас жду. И получу деньги. Пришла домой. Ходила светофор. Делала кое-какие покупки. В общем, взяла вот такой сменный модуль. Аквафор. Горох. Затем шоколадную пасту. Это в светофоре я все взяла. Так, вот эти вот мои пельдишки. Мираторт. Сочный. И вот эту кашку. Здесь 5 пакетиков. Ну, а Лена мне дала кукурузу. Вот она, это прям горячая. Вот такие покупки у меня сегодня. У меня на работе перетурбация. Ну, короче. Одни уходят. Одних убрала. Других взяла. Короче, такая перетурбация. А, Валера. Хочешь кукурузу? Лена дала. Домашняя. А еще знаешь, что надо сделать? Еще мне надо шнур сделать, Валера. У тебя есть проволока? От оверлака, Валера. Вот где вот, вот в этом месте. Че? Ну, какую-то проволоку надо поставить. Не надо проволоку, зачем? А что? А что ты хочешь сделать? Зашить надо побольше и все. Раньше проволока стояла же. Зашиваем, она отрывается опять. Ну, а здесь другого выхода нет. Мы зашить сами можем. Не, зашить надо здесь. Мы сами можем зашить. Именно вот здесь она оторвалась опять. Ну, вот его надо хорошо зашить и все. Можно так зашить, что она не оторвет у тебя. Ну, заши. Вот это я, по-моему, зашивала последний раз. Вот это вот оторвается. Это Лиза зашила, говорит, оторвалась. Вот он сидит, мой зайчик. Короче, фильтр не подошел к моему аквафору. Поехали мы опять. Светофор. Вот она не знает, зачем говорит продавец. Я спросила у нее, подходит для аквафора. Она говорит, конечно, подходит. Какой там подходит? Он только подходит к светофорским кувшинам. В общем, взяли мы вот такой наполнитель. Представляете, здесь 30 литров. И стоит он всего 865 тенге. Да, Марсик? Взяли мы еще такие пирожные тенге. Конфетки, батончики. Вот такие. Да, вот такие батончики. Смотрите. Попробуем. Значит, хлебцы гречневые взяла. Вот щедрые. Масло растительное. Палочки. Ватные палочки. Сколько их тут много? 500 штук аж. Семечки. Постоянно берем эти семечки. Очень много здесь. 500 грамм надолго хватает. И цена такая хорошая. Всего стоит 414 тенге. Представляете? Значит, доширак взяла 2 штуки. Ну, на 5 сочи. Мало ли тогда дома ничего нет. Раз приготовил. Запарил и все. И вот такие еще бешпакетики. Добрые порции. Они, кстати, очень дешевые. Так, сколько же они стоят? Сейчас я вам скажу. 84 тенге. Представляете? А доширак стоит 146 тенге. В общем, все закупаем, все закупаем. Как говорится, после 60 лет до... В 30 лет. В 30 лет. У женщины 2 гардероба. А в 60 лет 2 холодильника. Вот так вот. Посмотрите на этого зайчика. Так он любит этого тигренка. И кусает его. И лежит. И мурлычет, да? Чей мой малый. Твой любимый тигр, да? Такой маленький. Такой сладкий. Он и мурлычет. Да. Спать хочет, что ли? Мурлычет. Чей мой сладкий. Моя мурлыка. Все? Наигрался, да? Малый.